Интересные факты о полиции Грузии Работа над усовершенствованием работы полиции в Грузии продолжается. Те, кто изо дня в день обеспечивает порядок в Грузии и следит за безопасностью населения, в пятницу отмечают свой профессиональный праздник – День полиции. Впервые День полиции в Грузии отметили в 2010 году. В течение двух лет этот праздник отмечали 6 мая, в День Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. С тех пор дата празднования менялась несколько раз. Специально к этому дню спутник Грузия подготовил несколько интересных фактов о полиции Грузии. Самая успешная реформа полиции в Грузии появилась в результате реформы МВД, первой масштабной реформы после революции Рос. Изменения начались в 2004 году. В течение двух лет были уволены 75 тысяч из 85 тысяч работников ведомства. Милицию переименовали в патрульную полицию. Полностью расформировали ГАИ, где на то время работали 15 тысяч человек. В результате реформы зарплата работников МВД увеличилась в разы, а профессия полицейского стала престижной. Взяток не берут реформу полиции в Грузии признали самой успешной на всем постсоветском пространстве. Резко возросла эффективность полиции, а уровень преступности значительно снизился. Некогда считавшаяся одной из самых коррумпированных структур в Грузии превратилась в пример для подражания. Полицейские не берут взятки и вообще не имеют дела с деньгами. Все выписываемое полицией штрафы оплачиваются в банке, через аппараты быстрого зачисления или онлайн. Более того, часть работы на дорогах взяли на себя так называемые «умные камеры», которые фиксируют нарушения машины и в автоматическом режиме выписывают штраф. Доверие населения полиции является одним тех государственных институтов, которые из года в год неизменно пользуются высоким доверием населения Грузии. Так, согласно последнему социологическому исследованию Национального демократического института США, деятельность полиции положительно оценивает 48% населения страны. Это на 7% больше, чем в 2018 году. Все как на ладони с самого начала реформы акцент делался на прозрачности как в прямом, так и в переносном смысле. Новое отделение полиции в Грузии построено с максимальным использованием стеклянных материалов. Полиция в Тбилиси получила новые нагрудные видеокамеры. На дорогах, вместо карауливших за каждым углом гаишников, непрерывно курсируют экипажи и патрульные полиции. Они реагируют не только на нарушение правил дорожного движения, сообщения о преступлениях, но и на любые экстренные ситуации. Все полицейские автомобили оборудованы видеокамерами, записывающими происходящее вокруг. Кроме того, полицейские работают с новыми нагрудными видеокамерами. Они могут беспрерывно вести запись в 12-часовом режиме, и данные параллельно загружаются на центральный сервер. Новшество внедрения новшеств в МВД продолжается по сей день. С 2018 года МВД открыло Центр единого обслуживания патрульной полиции, который работает по принципу одного окна и предлагает порядка 50 сервисов гражданам Грузии. Если, к примеру, раньше для возвращения утерянных номерных знаков, получение разрешения на вывоз автомобиля со штрафной стоянки и прочих услуг приходилось обращаться в разные ведомства, то теперь этим занимаются Центры единого обслуживания. Поэтапно в Грузии становится все больше экипажей патрульной полиции, и, соответственно, растет охват. Только в Тбилиси их количество увеличилось с 60 до 116. В конце 2018 года автопарк патрульной полиции пополнился 180 новыми машинами высокой проходимости, которые распределили по регионам. В настоящее время проводится реформа криминальной полиции. В рамках этой реформы, районных инспекторов сменили офицеры правопорядка. В их компетенцию входит работа с несовершеннолетними, реагирование на факты семейного насилия, споры между соседями, незаконную миграцию, проблемы нуждающихся. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.